И, в общем, так совпало, что и водка пришла, да? И мы сегодня вот на дачу приехали, а мы и форельку купили, пожарили на грязи. Да, просто считается, что номер четыре – это рыбная, она с рыбным блюдом. Но это на века, Женя. Ты его сломал? Да. Принищащийся на улице. Я принесу. Я принесу. Господа и примусловшие киндамы, здравствуйте! Канал Инстаграм, Ваня, Женя, Олег. Вернее, деградируем, как там, развлекаясь, да? В общем, суть в том, что у нас как-то на канале была водка «Гастроном номер семь под мясо». Но благодаря стараниям Вани, он связался с нашим неназываемым поставщиком из города С по имени В. С родителем. Family MFM. И попросил его, как бы, ну, а прислать еще и номер четыре под рыбу. И он прислал. Ты неправильно рассказываешь. Попросил прислать бутылку. А он что? А он не лыком шип. Да, он взял и прислал. Прислал. На все номера. И четыре, и семь. Ух, какой молодец! Это Ваня сейчас пожаловал. Ну, а так совпало, что мы на дачу приехали, ну, а у нас была с собой рыба под кодовым названием «Ф». И мы ее пожарили. И думаем, ну, а почему бы не снять вот под цветом прожектора и на фоне мангала, собственно говоря, то, под что эта рыба предназначена. При этом нужно уточнить очень важно, что мы его пожарили не хуже, чем в ресторане. Я не знаю, пока хуже. Я жарил, это явно хуже. Слушай, а может, я мариновал, может, лучше. Суть в том, что, короче... А, спасибо. Могилевский городокоз. Подождите, Олег, ты сегодня выпил какую-то награду, кинопремию, и что, почему ты всем спасибо говоришь? Ну, просто мне хочется. Вот мой Оскар. Спасибо маме, спасибо папе. Спасибо родителям. Ну, собственно говоря, сейчас будем пробовать. Да, и по памяти... На стороне номер четыре, да? Да, номер четыре, да. Давай там про цену, что-то... Да, а вот ценник, это без ножа, это просто без упаковки, без всего, просто чисто бутылка. Без красоты. Да, ценник вообще божеский, там 440 рублей, по-моему, магазин метра. Вот. Пейте пить. Из того, что... Так, 3,7,5 градусов. Из того, что я помню по прошлому напитку, это не совсем водка в чистом виде, то есть это особое, очень особое, там по вкусу прям сильно очень отличается от классики. Да, там... Ну, обычно вот сбоку все специи представлены. Которые должны быть сильны. Вот, ну, тут. Ну, семерку мы все вместе пробуем. Да, втроем. Втроем, да? Ну, вот здесь у нас кориандр, лавровый лист, розовый перец и лайм. А кроме него у нас вода и спирт-люкс. Надо было замариновать рыбу, вот и вот. Ой, я не знаю. Скорее всего, не очень. Пробирало бы. Так, я, короче, открыл. Я думаю, что все-таки маринада это маринада, а водка это водка. Ну, экспериментар. Эксперимент? Ну, только экспериментар. Слушайте, ребят, мы же вот на этом канале и живем благодаря эксперименту. Слушай, ну, давай так, типа, кто-то же раньше сидел и думал, такой, вино заливать в курицу, ну, знаешь, бред какой-то. А потом? А потом оба. Или говядину заливать вином. Ну, ой, его в лучших ресторанах нет. Слушай, а рульку свиную. Да. Какая прелесть. Да, говядину запихивать в курицу, это, конечно, нет. Почему нет? Ну, а я тебя не кормил никогда курицей фаршированной другим мясом. Давайте сегодня не промерзалю. Короче, если вы хотите увидеть рецепт индейку, фаршированную уткой, которая фарширована курицей, пишите. Я все равно вам не скину. Я на Новый год, может быть, если мы скинемся на Новый год, вот три птицы, рублей 200 получится. К напитку переходите. Индейка просто огромная. Не, ну здесь реально написано, считай, с рыбными блюдами все четверочка. Давайте пробовать. У нас рыбные блюда на столе, все, давайте нюхать. Ну, тут розмарин прям яркий вот этот. Да, розмарин яркий, как и мясной тоже был, и яркий. Но там еще и перец хорошо был. Там ощущение более тяжеловесный такой, знаешь, был розмарин. Здесь более рыбки, наверное. Ну, опять же, спиртом не пахнет совсем. А мне наоборот, мне тут чуть больше спирт, чем мясной. Пахнет спиртом. Немножко спиртозный. А мне что-то нет. Не знаешь, какой ты же спиртозный, только джиновский, немножко можжевельничный. Вот, кстати, а джинов что-то тут есть. Он, возможно, закрыт розмарином. Ну, значит, соответственно, и не только спиртист. Ну и можжевельничка. Может быть, мы тогда пробовали и не чувствовали спирт, но почему-то здесь. Ну, мне почему-то нет, а вам да. Значит, я вам верю, я менее... Я слабая звена. Его не... Я уйду. Нет, тут, Олег, нет, тут пойми, что тут вопрос в том, что... Вот ты правильно сказал, что... Ты провалишься. Нет, я на плитке сижу как раз таки даже. Ты самый слабый, да? Ну да, мы же из-за тебя переписываем второй дубль, делаем, потому что ты падал. Это останется, Жень. Не, я просто в этот момент вставлю, как этот... Жень, ты хотел тикток раскрутить, поверю. Вот оно будет. А не таким же средством. На войне все средства хорошо. А на войне... Здесь не зря... Ладно, а так, в общих чертах... Можно же сказать этим слово? Что? Он просто хотел что-то сказать? Он опять употребил. Ну, давай, говори. Нет, я к тому, что здесь, допустим, несколько тем же самым развалить пахнет, сколько пахнет именно составляющими, как пахло в номере 7. То есть, именно специями, просто специями, сборными. Иван, опровергайте. Специи совершенно другие. Вначале розмарин, он применял первый. Вот первый вот этот нюх, он примерно такой же, как номер 7. Дальше здесь больше каких-то цитрусовых проявляется. Немножко можжевельничьего свирта. Ваня, можно я тебе комплимент скажу? Ты прожарил рыбу идеально. Нет, спасибо. Она просто вот розовая и при этом прожаренная. Ну, на самом деле, вот опять же, через секунд 20 появился спирт, через минуты 2 он пропадает. То есть, сейчас... Да, да, да. То есть, ну, она в основном пахнет специями. Если вам надо что-то пожарить, зовите Ваню. Это только не тунец. Тунец, на тунец Ваню не зовите, иначе вы его не поедите. У нее есть газовая баллона. Потому что он скажет, что он поехал на речку, оставит тунец. Граждане, мы просто как-то, да. У нас был второй день, Ваня говорит, я, чтобы тунец разморозился, положил его, говорит, на газовый баллон, но, говорит, на солнышко, где тепло. Мы Жене сказали, ага, и, конечно же, пока Ваня не вернулся с речки, а мы не поехали, потому что мы хотели просто пива и никуда. Да, и когда прошло три часа, мы такие, Ваня, там тунец, похода есть. Вы в смысле? Вы не собрали. А вот, знаете, в пластиковой упаковке, которая сделала вот так. Типа вакуумная упаковка, но и типа вакуумная упаковка. Она и была вакуумная. Она раздулась. Типа она вакуумная. Мы, короче, мы открывать не стали, потому что один раз в этом доме мы нюхали. Нет, я ее немножко приоткрыла, она вонять начала, все, лучше выкинули. То есть она туда же ушла, где зарыт этот самый пластик? Нет, не туда, может, курянку, наверное. Курянку папе отдали. Ну что, попробуем, наконец-то, мы эту вотку. Ну что, рюмками, да, первое? Давайте, я рюмкой попробую. Давайте рюмки. Очень сильно раскрывается, не знаю, лайм, лимон, что-то вот такое. Ну вот там цитрусовые есть. Ну, получается, вот это джиновые ноты, они переходят уже вот в... Да, 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 оседают туда, считай. Ну что, ты задал, да? Попробую, без разницы, я просто изначально нюху, поэтому я решил ставить. Я вот из рюмки хочу. А, заходит-то хорошо. Ну здесь разница более существенная, чем в аромате. И вот очень послевкусие вот это вот именно розмариново-лимонное... Мне все равно много есть. Мне все равно лимон забивается. И лимона очень много. Давайте вот сейчас вот рюмку выпили. Я вот под саму вот это вот, под то, что надо. Да, все равно нормально. Ребятки! Это, знаете, это вот подают в ресторанах лимонную либо добавку, либо кусочек лимона, который можно капать. Не надо. Охренительно работает. Мне кажется, это охренительно работает. Вот как это работает в сочетании? Это, я не говорю тебе, вот смотри, есть, смотри, берешь лимон, капаешь вот так. Зачем? Когда есть водочка. А, ребят, они же писали, вот мы в прошлый раз читали, что это разработано при участии шеф-поваров. Нет, то есть, ну вообще вопросу нету. По ароматике, ну, давайте честно, эта водка за относительно небольшие деньги. Поэтому по ароматике то, что более-менее похоже на номер 7 на мясную, вообще, ну, как бы вопрос по вкусу разумеет. Понятно, номер 7 бутылку мы не пробовали под горячее. Мы не пробовали ее под горячее. Ну, ладно, хорошо, не горячее. Мы все равно, там закуска была какая-то мясная. Ну, там, да, там было. Ну, да, да. И мужчина какая-то. А сейчас у нас просто приготовлено. Нет, а у нас сейчас принципиально то, что должно быть. То есть, нет, я говорю реально, это вещь, которая вместо лимона фактически на столе. Ну, если очень сильно грубо говорить, оптикально. Хотя все равно водка будет стоять там, если ты с рыбой, вот, с водкой лимонной. Ну, по сути, вот, честно, можно кусок рыбы и ее, как стол. Так я вот хочу вот, знаете, по следующему как сделать. Я возьму просто сначала рыбину положение на язык, а потом вот рюмку. А потом я и запью, да. Но у меня такая же мысль есть. Я вот даже вот кусочек отдельно вот отложил, вот самый такой поджаренный край. Потому что очень вкусно, на самом деле. Да, да. С рыбой, ну, мы сейчас будем предвзяты, потому что мы пробуем так, как положено. Да. Так наоборот, максимально не предвзяты. То есть мы сделали все, что хотел производитель. Ну, нет, я имею в виду к тому, что кто-то вот возьмет, купит ее. И я прошу прощения с этой. С заменителем икры красной. Там и заменители икры еще вкуснее, чем обычная икра. Ну, кстати, вот по последним разам, да. Не, ладно, я не говорю про нормальную куру, которая там с Камчатки. Я имею в виду, которая у нас там в консервантах уже все равно. Да, продается, когда она какая-то, честно, лучше на то самое взять, которая из бульона сделанная. Она хотя бы вкусная. Не, ну, вот это вот именно вот мы по рюмочке выпили красной рыбкой под чесночным соусом. Тут смотри, в чем прикол. На самом деле здесь не только рыба. Тут любое, что ты ешь, допустим, там с лимоном. Да мне кажется, она и с мясом хорошо. Ну, либо мы созрели... К коньяку. Лимончик коньяку. Либо мы созрели до того состояния, что это, в принципе, ну, входит. Возможно, так. Мы созрели до состояния, когда просто надо выпить. И все. Нет, ну, оно реально нормально хорошо. Да, в общих чертах никого спирт не чувствуется именно во вкусе. То есть нормальная такая полунастойка, полуводка. То есть нормально заходит, нормально оттеняет именно вкус. Ну, и закусочка, вот именно к рыбе, вопросов нет вообще никаких. Это и считается. Водка, это же как закусочный вариант. То есть ты когда садишься, ты реально на стол ставишь водку. Да. Еды на... И все. А она для этого существует. Да. Я про не то, что там коньяки, там виски, это другого формата. Ты можешь посидеть, потягать. Но они для просто потекания. Да. Да, они для потекания. А вот это вот, ну, если уже производитель говорит, что рыба, ну, мне вот, допустим, наша первая рюмка очень сильно покатила. Таким, мне я как бы рыбу подъел. Я просто про это, что, типа, вот, как будто вот, вы пробовали семерку под мясо, но там было просто нарезка. А тут реально, ну, вот как у нас получилось, мы хотя бы сделали блюдо. Если честно, оттенение... Абвана. Если честно, оттенение, грубо говоря, лимона и рыбы, оно всегда более яркое, чем оттенение... Ну, это да. Ну, это да, да, да. Специи относительно мяса, от свинины. Свинина немножко другим берет, она мощно. Слушайте, мы, конечно, можем завтра устроить перетест с... Тем более у нас семерка, да, и свинина. Да, и у нас замаринован шашлык, который до завтра хорошо промаринуется. И мы завтра можем, ну, часть... Мы можем даже непредвзятого человека завтра посадить еще... А он уже улетел и вертолетия. А завтра там это самое, она этой на какой-нибудь ладе приори приезжает. Вот. Я просто суть к тому, что, ну, на самом деле хорошо очень. Да. Но это... Знаете что? Она и без рыбы, как бы, ну, она чувствуется, ну, нормальной водкой. Как бы, ну, вопросов у меня какого-то нет. Ну, как водка, не знаю. Вот именно как самодостаточные напиты, которые мы можем пить. Да, да, да. Не, ну, она же особая водка. Да, однозначно, однозначно. Третий раз попадаешь, ну, что? Ну, у нас же все-таки обзор алкоголя. Я не знаю, говорил ли я это, когда он был когда-нибудь раньше, нет? Это не особая водка. Это особенная водка. Ну, ты знаешь, что здесь Ваня, скорее всего, прав, что это реально очень сильно особенная. Она настолько особая, что уже не совсем особенная. Да, ладно, я вот, я вот, у меня кусочек уже просится. А, нет, я сначала... Ну, ты же, наоборот, что-то. Боже мой. Боже мой. Сколько она улица? Уже 25? Да, сейчас Ваня градусов 17. А чувствует она вся 25? Она божественно под рыбу. Не знаю, я сейчас начал чувствовать на 25 лет. Она просто божественно под рыбу. Вот. Это очень вкусно было. Или на под рыбу? Не знаю, в игре она просто под красную рыбу и чесночную соль. Слушай, В из города С. Дай бог тебе здоровья. Да. Вот честно... И поставок стабильный. Да. Давай мы этот канал расширять будем. За твой счет. Ну, как говорится... Блин, под это надо было выпить. Не-не-не, деньги мы будем давать. За твой счет. Да. Ну, ты переведешь на Бусти, мы тебе не будем давать. Начинаешь ему три скиньки. Кстати, у нас есть Бусти, если кто не знает. Welcome. Говорит человек, который только что красную рыбу искал. Ну, кстати, да. Блин, я каждый раз, когда говорю про Бусти, в прошлый раз я говорил под две бутылки стоимостью 300 рублей. Типа, ребят, нам на самом деле как бы не помешало бы. И тут такой, да, что-то мне не везет в этом плане. Нет, давайте вернемся к водке. Как бы скажем, что, ну, все-таки, вот, правильный совет. Слушай, по мне, это вообще нельзя называть водкой. Это скорее вот напиток. Да. Потому что от водки она уже далеко. Очень далеко. Не нужно понимать, куда ты вообще ничего ешь. Ну, если и мясная была далеко, на самом деле. Да, конечно. Там, возможно, даже еще дальше, чем это. Это скорее вот эти вот, что номер семь, что номер четыре, это скорее уже отдельные напитки для именно вот если вы хотите, вот, допустим, под шашлык посидеть, вы берете номер семь. Ну, вы знаете, что вы хотите. И под шашлык сидите, да, выпиваете. Если вы хотите там под рыбу, вот, допустим, вы взяли рыбы, вы взяли себе мясо. Вот, допустим, как мы на троих, вот мы взяли себе бутылку этого, бутылку того, да, допустим. И мы сначала под рыбку выпили бутылку этого, под мясо выпьем бутылку того. И нам будет хорошо. Я просто хочу сказать, пока Женя махал рукой, я раньше начал говорить. А, надо просто говорить, а не махать руками. У нас так работает. Это не школа. Извиневай. Чего вы там смеетесь на последней парте? На Камчатке, ну-ка, расскажите. Короче, мне, на самом деле, эта водка, как особая, наверное, менее далека от классической водки, чем та, которая была первой. Объясню почему. Потому что очень часто в водке, особенно относительно некачественной, бывает, соду добавляют, даже если без сода, есть определенная кислинка такая. И если это кислинка, здесь она кислинка такая лаймовая, именно цитрусовая. То есть за счет этого именно в категорировании, грубо говоря, вкусовых, она не совсем далеко от классической... Она меньше выбивается. Да-да-да. А кому-то, грубо говоря, на коронавирусный язык может показаться даже, что это почти обычная водка. Евгения, не молчи, хэштег. Нет, я вам так скажу про эту водку, что мне однозначно она понравилась. Подрыва. Ну и мне и просто понравилась очень сильно. Несмотря на то, что там был набор. Я вот туда бы посмотрел хоть разочек на людей, которые тебя смотрят. Я вот так тоже что. В глаза им посмотри, Женя! Это водка из серии того, что... Которая больше не видит человека, который говорит, что вся водка это такая. Не, это да, 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 да. Ты это говорил уже. Я немножко не соглашусь. Ну и здесь... Я говорю, Олег, пойми, что я говорю каждый раз такую водку, потому что, допустим, я там иногда привожу в общей компании чародеи и так далее. А дипломер говорят, ты говоришь, все равно водка. Я говорю, ты какая? Ну, а то проще заходить. Я говорю, о, правильно. А, допустим, вот привези им такую, да, вот. А здесь же, ну, вот и розмарин, и цитрус, как Ваня сказал. Ну, знаешь, Женя, здесь, чем немножко твой довод не работает... Это водка особая, она прям принципиально особая. Да, то есть это все равно, что я возьму, они скажут, весь коньяк одинаковый, я возьму такую ложку меда, там, ложку варенья, еще что-то размешаю в коньяк, я скажу такой, а ни хрена! Ну, то есть... Да, все правильно. Так, а суть в том, что здесь не совсем водка в прямом понятии. Да, ну, она не классическая. Нет, Женя, я тебе про другие вещи. Водки особые, их нельзя так не называть. Смотри, ты когда даешь человеку, когда он говорит, что водка одинаковая, он имеет классическую... Ты даешь бульбаш резерв, и такой он... А, да, ничего. Там имеется водку, которую ты даешь классическую. Из них, типа, как он отличает варианты? Когда ты даешь прям принципиально другой напиток, любой человек тебя защищает. Ну, да, это... А здесь принципиально... Нет, здесь принципиально другой напиток. Это реально другой напиток. Просто я воюю за то, чтобы люди отличали именно качество водки самому. То есть это другое. Здесь просто то, что тут написано водкой, это, знаете, ну, это... Ну, это полностоечный в ряд. Ну, это как на клюквенной финке тоже написано водка. И в прошлый раз мы это говорили, да, и сейчас, по этому... То есть, ну, суть в том, что там, понятно, там ярко доминирующие другие вкусы, и они как бы, ну, понятно, что ты чувствуешь абсолютно другой вкус. То есть, ну, тут немножко же нерационально их так сравнивать. Я к этому веду. Нет, все правильно. Не, ну, когда... Это читерство, да, я с тобой согласен. Это читерство. Но они тоже читерят эти люди. Они читерят, потому что, ну, дай им клеммы, они такие, ой, эту водку я пить не буду. Не буду. Дай им чародей, говорят, буду пить. А вслепую скажут чародей. А вслепую скажут, понимаешь, типа, из разряда «Ой, да вся эта водка, да? Идите-ка нахрен». А налеем, допустим, вот так выстроим, либо семерочку, да? А они скажут, что типа «А что, это водка?» Не, ну, это, конечно, по вкусу не водка. Ну, это же не водка. Я же тебе вот больше... А завершаем еще. Да, наверное. А то мы уже как-то не записываем ролик, уже просто с ним балабуем. Да мы больше спорим уже, да. Уже начинаются эти споры с доводами Евгения, как мы с вами любим, ну, а Женя тоже любит с нами подпорить. Ну, надо же... Особенно про это, про себестоимость, это вообще... Надо же Жене хоть где-то не быть лидером. Ну, достаточно, что его больше любят зрители. А мы можем его это... В общем ролике. Можно я уеду, пока вы будете делать это? Так мы уже... Ну, это же с рюмки. Подытожу. Давайте справа налево или слева направо, как хотите. От Вани давайте. От Вани. Хорошо, Ваня. А? Скажи, ты присоединяюсь ко всему вышесказанному. Я подытоживаю, скажу, что это баллов 8. По оценке, да, наверное, да. 7,5 на 8, да. Я принципиально не могу поставить этому напитку другую оценку, чем в предыдущем. Я не знаю. А там по 8 было. 7,5, 8, да. Где-то так. Нам зависит от настроения. Мне очень хорошо сейчас с этой водкой и в этой компании. Причем мы тогда... Вполне вероятно, что компания влияет больше, чем водка на эту ситуацию, да? Мы же в прошлый раз, когда ставили оценку, мы восьмерку ставили с учетом того, что мы думали, что бутылка стоит, по-моему, 700 рублей. А учитывая, что она стоит 440. Там с ножом, возможно, чуть дороже. Но до 50. Сама по себе бутылка водки там 440 рублей. Но она недорогая. Да, да, да. Не совсем не шман, конечно, сегмент. Давай послушаем главное лицо канала. Сейчас батюшка. Это очень классный... Там из-за забора... А я! Да дай чему сказать. Это очень классный эксперимент. Вот именно... Особенно мы попробовали так, как они советуют. Ну, конечно, там, допустим, не совсем там такой ресторанный. Конечно, мы реально попробовали под рыбу. В смысле не ресторанный? Он вточил всю. В смысле не ресторанный? Да. У меня под рыбу эта водка очень зашла хорошо и замечательно. Я только за, чтобы ее, допустим, покупать, если она будет достаточно адекватной по цене. Ну... Единственный нюанс, что если вы хотите там именно водку-водку, чтобы там было... Это не она. Да, это не она. Это реально особо. Тут будет куча специй, тут будет куча там наполнителей и так далее. Ну... Ну, это очень классный алкогольный напиток. Слушайте, покупать, если бы у нас она продавалась по той цене, по которой в России, вот, ну, ты говоришь, 450 рублей, да, там? Это там, грубо говоря, около 15 наших, да, было бы? Ну, да. Ну, учитывая, вот, допустим, что вот мы как сегодня брали рыбу и хотели бы... Я бы, скорее всего, и взял бутылочку под рыбу и, допустим, следующую под мясо. И она, кстати, именно в плане захода, я не знаю, конечно, на дистанцию, вот мы сейчас даже пьем по восприятию, она не бьет так по мозгам, как чистая водка. Она легко проходит. Да, довольно... Нет, в плане вот самой водки ощущение вот этих вот легко заходит, легко... Нету этого выхлопа спиртового лютого. Конечно, возможно, я не стану с этого стула, но это уже совершенно другое. Ну, вы же этого не увидите. Ну, я не стану, Женя упал, все нормально. В общем, ну что, 8 баллов мы поставили, в общем, к легиальным решениям. Большое спасибо, что вы с нами. Пейте хорошие напитки, подписывайтесь на канал. А, еще же на ТикТок подписывайтесь, я сейчас чуть-чуть не думаю. Ну, все, подписывайтесь. Все ссылки под ролик. И на Твиттер. А кто... А еще же, подожди. А душнилые, велкам на пикабу. А еще же можно репостить наши видео. У нас ничего нет запрещенного, поэтому репостите. Смело репостите наши видео. Да, мы ничего такого не говорим. И даже не делаем. Ладно, все, хватит. А вы лидер. Дофига, все испортил. Так шли по грани, хорошо. И в конце опрос. Бывайте здоровы. За вас, ребята. А лидеры, что это я. Просто, чтобы люди понимали, про кого-то. Есть те. Нет, это Никита. Это Никита. Он в офисе. А, да. Он всегда не с нами. Да, он где-то там. Он в офисе, но он передал добро. Я вот еще от весной более первая. Я вот еще отец. Продолжение следует...